Друзья, всем огромный привет! Команда автоазартного связи на столе у меня вновь новиночки от компании Prology. В этот раз акустика. Итак, давайте вспомним с вами немножечко истории, с чем же у нас в принципе ассоциируется компания Prology. Лично у меня со старыми навигаторами, может быть кто пользовался такими, ставьте лайк, у него папа такой был. Вечно что-то ломающееся, вечно что-то лагающее и в общем так сказать не вызывающее доверие. Сейчас компания Prology шагнула немножечко вперед, выпустила очень крутую линейку Kraken, инновационное устройство на самом деле. Также делает постепенно шаги в плане акустики. Головные устройства в размере 9 и 10 дюймов сейчас от компании Prology на самом деле встают прям на одну ступеньку с именитыми производителями подобных устройств. Так что если вы хотите себе устройство 9-10 дюймов, залетайте к нам на сайт автозарт.ру, выбор большой. Если интересно, я также могу сделать на них небольшие обзоры и тесты. Ну а пока у меня в руках стартовая попытка Prology в сфере автозвука. Возможно, когда-то на рынке тоже были модели от компании Prology, но это было очень давно, видимо еще до моего рождения. Если сравнить модельку, допустим, PX65CS, PX130 и CX130. У меня сейчас в кадре два комплекта 13 динамиков и вот одни 16 динамики. Сейчас мы это все распакуем, я расскажу про характеристики, ну и сделаем красивые подсъемы. Все как обычно, как вы любите. В прошлых роликах я затрагивал тему дизайна. Дизайн на серии Kraken и на серии Poseidon мне очень сильно понравился. Вот конкретно на этой серии, скорее всего, он доработается. Тот самый дизайнер займется дизайном этих моделей. Но сейчас и просто какая-то абстракция, ну и на лицевой части изображения динамика. Итак, поехали. Также ничего сверхъестественного. Бюджетная упаковочка. В принципе, для бюджетных динамиков самое то. Сразу у нас выпали чашечки для установки твиттера. Сейчас мы проверим весь комплект. Что у нас идет, так сказать, в комплектации. Оп-оп. Также идет инструкция. Все размеры указаны. Для врезки твиттера, для установки динамиков. Кто-то боится, что у него там в дверь они не поместятся. Но это, в принципе, стандартный размер. Поэтому с установкой через проставочное кольцо в любую дверь практически он поместится. Даже если там не предусмотрен 16 размер динамика. Тут у нас такие опять небольшие саморезы для крепежа. И тут еще одни саморезы для крепежа. Нужно больше саморезов. Здесь у нас защитная сетка в комплекте. Мое мнение, очень похоже. Либо, скорее всего, та же самая сетка, как и в серии Kraken. Я сейчас говорю про динамики. Одно и то же практически. Только здесь Prology, там Kraken. А теперь не мята. Что у нас по техническим характеристикам? У нас чувствительность 90 дБ, сопротивление 4 Ом, мощность номинальная 100 Вт, максимальная 200 Вт. Но, честно говоря, 200 Вт этот динамик навряд ли переживет. Я в очередной раз вам напомню, что максимальная мощность, в инструкциях пишется, кратковременная мощность, которую подают на динамик. Это фиксируется, допустим, 200 Вт подали, буквально там на секунду, на полторы, динамик выжил, не развалился, все. Мы пишем, вот, максимальная мощность 200 Вт. Смотрим мы все это на номинальную мощность. 100 Вт это долговременная мощность, при которой динамик может себя комфортно чувствовать. Так что не путайте эти понятия, потому что не очень много людей пишут. У меня САП там 1300 Вт, максималка. Я спрашиваю, а что за модель? Sony Exploit. Там максималка 500 Вт номинальной мощности, которую он сможет долговременно переживать. 1300 на него подашь, пыхнет, не успею даже подключить его. Здесь у нас, что мы можем наблюдать? Фирменный колпачок Prology, надпись по центру. Диффузор у нас под карбон, но это, скорее всего, обычный пластик. Что он, кстати, пишет производитель, из чего у нас сделан, внимание, материал диффузора, пропилен инжекционного литья. Я, к сожалению, не разбираюсь в технологии производства динамиков, но если это круто, напишите в комментариях. Так, у нас же это же компонентка, у нас же должны же тут быть твиттеры. Вот же они. Кстати, сам твиттер в чашке можно настроить, он разбирается. То есть, можно его установить в штатное место, грубо говоря, изнутри карты, или установить его снаружи. Благодаря вот таким вот трудным манипуляциям. В общем, вы поняли. Также у нас есть в комплекте вот такие направленные чашки. В эти чашечки мы также вкладываем сам твиттер, ну и на плоскость направляем, куда нам нужно, чтобы динамик играл. Так, два твиттера в комплекте, два тонюсеньких провода для подключения динамика, уже с клеммочками, уже со всеми делами. Так как это у нас компонентная акустика, здесь по-любому должен быть кроссовер. Я его нашел. Выглядит он следующим образом. Всегда в комплекте с компонентной акустикой у нас идет кроссовер. Вот такая вот коробочка, она бывает разных размеров, но в этой модели Prology она вот такого вот размерчика. Кстати, уже с вот такими вилочками такой конструктор получается. Очень удобно. Вот эта коробочка служит у нас для правильного распределения частот. Я еще раз повторяю, это никакие не микро, макро, усилители, не прочее. Это кроссовер. Он распределяет частоты. Низкий и средний частотный диапазон у нас уходит на динамик, чтобы у нас играли басы и прочее, серединка. А высокие частоты, то есть вот эти писки, трески, голос и прочее у нас уходят вот сюда, на ВЧ-динамик, кстати, на Neo-моторе. ДД-коробочка служит проводником вот этих частот. То есть основной сигнал у нас приходит на вот сюда, на самый низ. То есть здесь подписано INPUT, то есть в INPUT, ну, грубо говоря, приходится сигнал. И дальше у нас уже пошло, дальше путешествовать. В общем, резюмирую. Сам состав вроде бы и неплохой, но будем отталкиваться от бюджета. Бюджета, я, к сожалению, не знаю, сколько они будут стоить, если там, допустим, до 3-4 тысяч рублей. Это более чем управданная цена за такой комплект. Если чуть дороже, то уже будут возникать вопросы. Поэтому компонентку мы откладываем, ну, и быстренько сейчас вскроем тренажки, посмотрим, чем они отличаются. Итак, тренажки. Первая модель PX-130, вторая CX-130. Чем же они отличаются? Ну, судя по внешнему виду, что и здесь идут защитные сетки, что здесь идут защитные сетки. Пока я отличий не вижу, только вот в дизайнах. Давайте быстренько вскроем. А, ну и на одной написано, что 120 максималка, на второй 130 максималка. Я не знаю, я таких, наверное, коксов еще в жизни не видел, чтобы они такие мощности переваривали, но нельзя, маркетинговый код. Так. ЦИКС-130 и PX-130. Делаем ваши ставки, господа. В чем же отличие? Застаем вот два динамика. Ставки сделаны, ставок больше нет. Вскрываемся. Упаковано точно так же, как и компонентная акустика. Те же самые кусочки немножко скотча. Сеточка точно такого же форм-фактора, но по 13 динамикам. Здесь у нас идут провода для подключения. Также у нас идут саморезы. Упаковано ровно точно так же. Возможно, это плюс-минус вообще одинаковые модели. Сеточка, кстати, вот. Сетки у этих моделей одинаковые. На первый взгляд они отличаются по высоте, соответственно, по размеру магнита. Магнита сопротивляется физика. Далее разные материалы диффузоров. Здесь у нас так же, как в компонентной акустике, такое имитация легкого карбона. Очень легкого. Метров пяти, наверное, очень похоже будет на карбон. Но, видимо, это динамики все-таки из одной серии, которые, вот, это, допустим, фронтальная акустика, это там задняя подзвучка. Моторчики в ЭЧ-динамиках у них из неодима. В принципе, у двух моделей. Ну и разница у нас в материалах подвесов. То есть этот у нас очень мягенький такой, легенький. Вот это уже поплотнее конструкция будет. Вот, честно говоря, без каких-то глубоких тестов я смогу только вот внешних показать и рассказать мои впечатления. Поэтому будем надеяться на какой-то апгрейд дизайна, каких-то шагов в плане не только бюджетной акустики, но и какого-то премиального сегмента. Это будет очень круто, если там Prology выкатят прям что-нибудь бомбовое на качество звучания, либо даже какую-нибудь эстрадную акустику. Потому что, честно говоря, серия Kraken, я ожидал, что это будет эстрадная акустика. То есть не коаксиальная, а именно легкая эстрадка, которая будет хорошо, громко орать от головного устройства Kraken. Но я же не разработчик Prology, поэтому я не знаю, о чем они думают. Я вот поделился только с вами своими мыслями. Итак, вот такие вот у нас замечательные динамики были на обзоре. С вами была команда Автоазарт. Будьте ярче и громче вместе с нами.